Он вдохновляет людей поверить в себя, вдохновляет на действия, он знает ради чего. И он вдохновляет действовать ради достойной жизни для своих детей, своих внуков. Каждый раз, когда я слушаю выступление этого человека, я нахожу очень много полезной информации в этом. И всегда хочется это записать. Приготовьте свои тетрадки и ручки и записывайте все, что сейчас вы услышите. Итак, встречаем. Серебряный мастер компании Анатолий Девсигнеев. Городного профессора, друзья. Городного профессора, друзья. Спасибо большое, присаживайтесь. Ну, доброе утро, доброе утро, счастливчики. Почти меня так называть. Почему? Потому что, если до сих пор еще вы этого не поняли, то, уверяю вас, через два дня, когда вы отсюда уйдете, каждый из вас поймет, что вы счастливый человек, что вы находитесь в этом месте и на этом мероприятии. И моя тема сегодня уже, это сетевой маркетинг, я буду рассказывать про МЛМ. Я в этой индустрии уже 15 лет. Вот она мне очень нравится, она для меня очень глубокая, по разным причинам. И хочу вам, я, рассказать через призму одной интересной притчи. В Индии один визирь, сейчас, один визирь придумал шах. И когда Падишах узнал о такой великолепной игре, он позвал визирь и говорит, позовите мне этого человека, кто придумал такую чудесную игру. Потому что это очень сильно развивает мозг. Я целый меня именно пролет играю в эту игру. Пришел визирь и он говорит ему, проси, что хочешь, мне очень нравится эта игра, у меня очень много бриллиантов, у меня очень много золота, изумрудов, что хочешь. Визирь был очень скромный, говорит, мне много не нужно. Положи на первую, на первый квадратик одно семечко, на второй положи два, на третьей положи четыре, на четвертой восемь, и так 64 клетки. Шах очень обиделся на него, говорит, ты недостоин моей похвалы, ухо. Уходи. Я думал, ты возьмешь гораздо больше. Визирь ушел. На обед, когда он сел кушать, Шах вызывает своего. Слугу говорит, вы отдали мешок зерна этому частицу? Говорит, нет, Падишах. Ваши математики считают. Хорошо. Перед сном уже отходя ко сну, он ложится. Опять-то его слугу, вы и рассчитали с ним? Говорит, нет, математики еще считают. Он такой разозлился, почему до сих пор не выполнил мою волю? Он лег спать. Утром, как только трыл глаза, первым делом, что он сделал, он подлагал под свою слугу, говорит, вы отдали зерно ему? Говорит, нет. Позовите всех притворных математиков. Они все пришли к нему, встали, говорит, кто здесь самый главный? Говорит, я. Почему вы до сих пор не выполнили мою волю? Он говорит, о, Падишах, ты не в силах, а даст только зерна, сколько он попросил. Почему? Потому что в твоих амбарах не хватит, чтобы с ним рассчитаться. Мало того, зерен не хватит в твоем государстве, чтобы ему отдать. Мало того, если мы осушим всю землю, все моря и океаны, и посадим хлеб, не хватит, чтобы с ним рассчитаться. Потому что эта сумма будет фантастически большая. Эта сумма будет 18 квинтиллионов, 446 квадриллиона, 744 триллиона, 73 миллиарда, 709 миллионов, 551 тысяча, 616 зерен. Вот что такое геометрическая прогрессия. Почему я об этом стал говорить? Потому что основа МЛМ это геометрическая прогрессия. Когда мне нарисовали кружочки, я не мог три дня уснуть. Было такое у кого-то? Я вот эту глубину когда понял, и эта притча опять мне, как бы, во мне это опять возбудило. Я сегодня реально 5 часов утра проснулся именно от этих цифр. Я, тут сидят люди, которые зарабатывают большие деньги, я надеюсь, что эти цифры, которые были до этого, тоже очень многим, как бы, ну, возбудят. Потому что это цифры, я так и даже цифры не знал, честно. Вот, теперь хоть выучил, понимаете? Вы можете спотографировать, это, чтобы вы просто понимали, одна, наверное, самая глубокая вещь. Что за очень маленьким кроется очень большой. Очень большинство многих людей думает, что он тут баночка на торговлю. Но они не понимают на самом деле, что реально каждый человек, сидящий в этом зале, меняет жизнь. Сначала двум, потом четырем, потом шести. Вот здесь сидят в первом году люди, за которыми уже сейчас, если вместе суммарно посчитать, сотни и сотни тысяч людей. Пройдет 10 лет, это будет миллионы людей. Пройдет еще 2 лет, это будет миллиард людей. На сегодняшний день, только задумайтесь, в Америке каждый второй человек, который проживает в США и в Канаде, является потребителем продукта какой-то сетевой компании. Пока я закончу говорить, родится 1-долларовый миллионер в этой индустрии. То есть каждый из вас это тоже может сделать. То есть это огромный бизнес, и я хочу вам показать цифры, чтобы вы просто увидели. Что музыкальная индустрия, годовой товарооборот 15 миллиардов. Видеоигры 76 миллиардов. Киноиндустрия 88. И сетевой маркетинг 156. Практически в 2 раза. Эта индустрия опережает все индустрии, которые сейчас есть. И за этим будущее. Что же говорят об этом великие люди? Ричард Брэнсон, миллиардер. Наверное, читали все его книги, видели его в Ютьюбе. Вот что он пишет. Я верю в себе в маркетинг. Вилл Гейтс, второй человек на полиции, самый богатый, сказал. Если бы я мог начать все сначала, я бы начал с этим маркетинга. Помните, что сказал президент Америки, который сейчас стал президентом, а до этого был бизнесменом. Когда у него просили, помните? Все помнят? Не все. Давайте расскажу. Однажды он так стоял на сцене, как сейчас я. Сидели здесь люди, которые брали у него интервью. И спросили у него. Дон, если сейчас у вас забрать все ваши миллиарды, чем бы вы занялись? На что он ответил. Я бы нашел хорошую компанию, где есть хороший классный продукт. Начал бы здесь зарабатывать деньги. Заработал бы свои миллионы, и опять бы стал строить. И они сидели стали ржать. А что он сказал? Разница во мнениях равняется разнице в доходах. Вы сниметесь вы здесь, а я стою на сцене, и вы меня слушаете. Это что вы просто понимали? Можете походить. Мы с вами в этой индустрии. Варкет, очень богатый человек, очень знаменитый. То же самое говорит. Сидевый маркетинг дает вам проверенную систему успеха, которая позволит вам немедленно начать зарабатывать деньги. Почему немедленно? Потому что здесь можно начать зарабатывать в первый месяц работы. Пол Пилзнер. Это советник президентов, и ни одного говорит, тысячи и тысячи миллионеров будущего появится в самом быстром индустрии сетевого маркетинга. Теперь я хочу с вами поговорить про интересную вещь. Почему еще раз MLM? На самом деле, если мы с вами будем ходить на работу, то мы не будем получать ту жизнь, о которой мы мечтаем. Потому что та жизнь, о которой мы с вами мечтаем, машины, путешествия, она лежит уже далеко за работой. И это, как правило, либо традиционный, либо сетевой бизнес. Я здесь специально нарисовал, что вы увидели, да? Разница, в принципе, товарооборот, что там, что там, мы получаем процент. Но в традиционном бизнесе мы продвигаем продукты. Там реклама, а в MLM, в сетевом маркетинге, это рекомендация. Или бы я уточнил, результаты. Все, что мы двигаем, мы имеем классный продукт и двигаем результаты. Благодаря этому мы получаем. Я взял самый маленький, чтобы открыть ларек, допустим, 10 тысяч долларов. Их где-то нужно взять. Я знаю, что здесь где-то сейчас 700 человек. Я знаю, что не у каждого из вас, даже у большинства, нет такой суммы денег, чтобы начать даже поставить себе ларек. Но даже если мы начнем его делать, то нужно будет иметь открытие Б, нужен бухгалтер, нужны какие-то кадры по самым подстанциям, пожарник и так далее. И в конечном итоге мы все равно будем делать один. Я на этом кадре специально показал интересную вещь. Вы один будете делать на 100%, по итогу получать 100%. В нашем бизнесе мы берем 100 человек, которые делают по 1% и получаем 100%. Вопрос к вам. Вы хотите заниматься вот так или вот так? Ответьте себе, как вы думаете. Я думаю, это очевидно, да? Я просто через свою историю вам расскажу. Я достаточно много зарабатывал денег, намного больше, чем сейчас я зарабатываю. Но я реально работал по вот этой схеме. Я один все делал. У меня было 3 мобильных телефона, они одновременно звонили. И я 7 лет не отдыхал. Хотя деньги зарабатывал очень большие. Сейчас я зарабатываю в разы меньше, но, уверяю вас, поверьте мне на слово, я гораздо счастливее человек, чем был тогда. Когда вы поймете эту разницу, вы поймете, о чем я вам говорил. Вот. В количественном итоге, смотрите, в традиционном бизнесе ты все делаешь сам, здесь есть наставники. Чтобы сумму, допустим, 1000 долларов отбить, ты нужно 1-2 года работать в сетевом бизнесе, вкладывая там в себя 200 долларов, через 2 месяца, это максимум. Вы берете все обратно. Как только каждый из вас заключает соглашение с компанией, на вас начинает работать 1000 человек. Многие из вас даже этого не осознают. Я постараюсь сейчас только один нарисовать. Пока мы сейчас с вами сидим в зале, где-то там за океаном люди покупают сырье. Другие люди его транспортируют на заводы. Потом еще сотни людей изготавливают для нас продукт. Потом еще десятки их перевозят. Потом его сертифицируют. Потом разводят на офисы продаж. Потом девочки их продают. У нас есть юридический отдел, который постоянно нас печется. У нас есть бухгалтерия. У нас есть люди, которые отвечают за соцпакет. Это реально более 1000 человек, которые работают на каждого из вас бесплатно. Вы не платите за это. Вот что такое сетевой маркетинг. На вас работает, как только членов у вас стал, 1000 человек. У вас есть все, о чем вы мечтаете. И весь геморрой, который вы решали сами, взяла компания на себя. Все, что вам нужно, просто есть продукты, об этом рассказывать людям. Это что, тяжело? Нет. Правда?